Кабинет министров Чувашии готов увеличить доходную часть бюджета на 1 миллиард 214 миллионов рублей. Из них собственные доходы почти 500 миллионов. Такое пополнение казны – благоприятный прогноз развития экономики. В бюджет поступят средства из Минсельхоза России на субсидии личным подсобным хозяйствам и на компенсацию расходов малых хозяйств. Таким образом, все долги за 2013 год перед сельчанами будут закрыты. Также мы получаем федеральные субсидии в размере 334,5 миллионов рублей на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта. Это очень значимая сумма. На софинансирование выплат молодым врачам, связавшим себя с сельским здравоохранением, ожидается 30 миллионов рублей. Еще 260 миллионов будут выделены республике на строительство и реконструкцию детских садов. Чуваша вошла в десятку лучших регионов страны по сокращению очередей в детские дошкольные учреждения. Наша задача и дальше работа также ответственна и эффективна в управлении общественными финансами, чтобы каждый бюджетный рубль, каждая бюджетная копейка тратилась с пользой для жителей Чувашской республики. На 77 миллионов рублей вырастут расходы дорожного фонда. Эти средства будут направлены на строительство и реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог в сельских районах. Глава Минстроя Олег Марков озвучил итоги программы капитального ремонта в многоквартирных домах. Общий объем финансирования в 2013 году составил 266 миллионов рублей. Всего участниками программы являлось 22 муниципальные образования. Программа выполнена в полном объеме. Мы отремонтировали 126 многоквартирных жилых домов, в которых проживает более 19 тысяч граждан. На сегодня Минстрой Чуваши сформировал долгосрочную программу капремонтов, в которой вошли почти 4,5 тысячи домов общей площадью более 13 миллионов квадратных метров. До 2017 года из ветхих и аварийных домов необходимо переселить свыше 13 тысяч человек. Таких домов не только в Батаревском и Яльчиковском районах и в Научебоксарске. Единственный пока момент у нас остается напряженный по городу Чебоксара. Это связано с тем, что фонд нам выделяет финансовые средства в объеме 28 тысяч 400 рублей за один квадратный метр. Естественно, учитывая, что на рынке города Чебоксар сегодня стоимость порядка 40 тысяч рублей за один квадратный метр, сегодня ведется работа с застройщиками. В Чебоксарах в список переселяемых попадут 59 многоквартирных домов на Богданке. В ближайшие два года эту задачу планируют решить, как и транспортные проблемы района. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика. На этом же заседании было озвучено, что Чебоксарам из республиканского бюджета предусмотрено выделить почти 4 миллиарда рублей. Это средства на строительство и реконструкцию уличной дорожной системы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В прошлом году сумма была на полмиллиона меньше. Редактор субтитров А.Семкин